Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Хочу в Америку. Сегодня мы в аэропорту. С вами JFK, 4-й терминал и начинаем новый выпуск. Подпишись, если не подписался и поставь лайк, если видео понравится. И, конечно же, пиши комментарии, если будут вопросы. Что ж, давайте начнем. Поехали! Да, друзья, действительно, сегодня выпуск из Атланта, столицы штата Джорджия. Два с половиной часа на самолете из Нью-Йорка. И вот ты, пожалуйста, находишься уже почти в тропических джунглях штата Джорджия. Итак, город Атланта. Что вам приходит на ум, когда вы слышите Атланта? Например, у меня, с моего опыта, где-то в начале 90-х нам, сестрой, родители подарили двухкассетный магнитофон. Если помните, было такое устройство для прослушивания кассет и для прослушивания радио. Это было очень круто. Так вот, этот магнитофон назывался Атланта. Для меня это слово было каким-то первым иностранным, потому что на тот момент было лет 11-12. Это был шикарнейший, но подарок. И, в общем, Атланта с тех пор вошла в мою жизнь. Гораздо позже я узнал о том, что действия, основные действия Романа Митчелл, «Унесенные ветром», проходили в Атланте. Что здесь были события, связанные со войной с северо-юго-американской, так сказать, революцией, гражданской войной. Это было потом. Но на момент получения магнитофона Атланта был все-таки аудиомагнитофон. Атланта – это южные штаты. Находится, как я уже говорил, в двух с половиной часах лета на самолете из Нью-Йорка. Здесь тепло, достаточно мягкий климат. Особенности штата такие, что здесь практически везде равнина. Есть кое-какие болота, очень много рек, озер. И, в общем, благоприятный климат для проживания в круглогодичном, скажем так. Крайне редко бывает снега. Бывают, но крайне редко. И очень комфортно для сельского хозяйства. Основные на культуре, которые выращивали на территории штата Джорджия – это хлопок, табак и всяко разные плантационные культуры. Атланта – это историческая столица Джорджии. Кроме того, деловая столица Нового Юга. Ее значение как туристического города возросло благодаря двум притягательным аттракционам – «Аквариуму Джорджии» и «Миру Кока-Кола», плюс выставка больших панд в зоопарке Атланты. За пределами аттракционов вы обнаружите целую плеяду ресторанов, обширные познания в области гражданской войны, километры пешеходных улиц, троп и аллей. И избыток африканно-американской истории. Ну что ж, поехали. Атланта – это очень большой экономически развитый город. В городе проживают почти 6 миллионов человек. Здесь располагаются офисы и представительства множества известных компаний, в том числе главный офис компании «Кока-Кола». Здесь же был создан этот известный на весь мир напиток. Добраться до города можно самолетом. Аэропорт Атланта еще называют самым загруженным аэропортом во всем мире. Также здесь есть крупный ЖД-вокзал, куда ежедневно прибывают поезда из крупнейших городов Америки, таких как Вашингтон, Нью-Йорк, Новый Орлеан и многие другие. Климат Атланты немного холоднее, чем в других южных городах США, хотя лето в городе достаточно жарко. Воздух прогревается до 35 градусов выше 0 по Цельсию, но зимы здесь довольно-таки холодные, часто бывают снегопады. Хотя на моей памяти был всего лишь один раз в 2017 году. В Атланте также находится множество музеев, в том числе музей «Кока-Колы» и «World Coca-Cola», то есть «Мир Кока-Колы», музей высокого искусства, музей с библиотекой президента Картера, дом, музей знаменитой писательницы Маргарет Митчелл и другие музеи. Среди других интересных мест в Атланте можно отметить Капитолий, Оперу Атланты, многочисленные храмы и церкви, центр науки, самый большой в мире, океанариум. О некоторых из этих объектов мы с Вами сегодня поговорим и даже их немножко посмотрим. Так, друзья, отправляемся в нашу прогулку по Атланте. Но прежде немножко истории. Рожденная как железнодорожная узловая станция в 1837 году, Атланта стала главным конфедеративным центром транспорта и снаряжения для генерала Уильяма Шермана, чьи союзные войска прорубили сквозь Джорджию в 1864 году, оставив более 90% строения Атланта и лежать в руинах. После войны Атланта стала миниатюрным изображением нового юга, концепцией, которая повлекла за собой урегулирование разноглазий между севером и югом, развитие промышленного сельского хозяйства и образование на перспективу для будущего бизнеса. Сегрегация прошла относительно безболезненно по сравнению с другими южными городами. И президент Джон Фиджеральд Кеннеди указал на такой переход, как на модель, на которой должны равняться другие сообщества, столкнувшиеся с необходимостью интеграции. Для летних Олимпийских игр Атланты в 1996 году надела лучшее платье дебютантки, и CNN показала ее всему миру. Люди заметили, что грузовики стали двигаться по скоростным автострадам, а кооперативные квартиры начали плодиться повсеместно, как сорная трава летом. С тех пор город стал направлять свою энергию развития в центр, и Миттаун с его районами, оба из которых расцвели за последние несколько лет. Столица Джорджия также стала известна как Маунтаун Юга, благодаря обжигающему хип-хопу и айронби. Немножко хочу рассказать про население этого города. Основная масса людей, конечно же, чернокожие, и так сложилось исторически. Но при этом, в отличие от любых других больших городов Америки, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса или Чикаго, абсолютно дружелюбные и, как говорят американцы, френдли. Например, я выйдя из отеля вечерком прогуляться перед сном, шел по достаточно спокойному району, и периодически встречались мне люди, в основном, конечно же, афроамериканцы, которые тут же здоровались и мило мне улыбались. Это было очень приятно и немножко неожиданно, потому что у нас, в наших северо-восточных широтах, такого встретишь крайне редко. И даже бездомные, которых в даунтауне города, в центре города, великое множество, как, наверное, и в любом южном городе, где можно поставить палатку и спать под открытым небом, бездомные не ведут себя агрессивно, а достаточно спокойно проходят мимо, несмотря на их большое количество, как-то они не особо раздражают. А вот с чем не возникнет у вас проблем в Атланте, так это с тем, где можно покушать. В Атланте огромное количество кафе-ресторанов, предлагающих посетителю самые разнообразные блюда. Многие из них можно даже назвать достопримечательностями этого города. В ресторане подают еду не только южную, но и на любителя всевозможные китайские, мексиканские, луизианские, европейские, французские, итальянские кафе. То есть в огромном количестве есть даже немецкая пивная. Поэтому, если вдруг вы захотите отправиться в какой-то из необычных ресторанов, могу посоветовать вам, ресторан The Sun Deal находится в одном из самых высоких небоскребов. Он имеет панорамные окна, из которых открывается поистине изумительный вид. Поэтому места в этом ресторане нужно заказывать предварительно. И хорошие места, конечно же, бронируются очень-очень заранее. Сейчас на экране вы увидите название ресторана и номер телефона, по которому можно связаться с администрацией для бронирования столика. Сегодняшний выпуск вот с этого. Я начинаю новую рубрику «Интересные факты про». Буду рассказывать про те места, где я бываю, интересные, может быть, кому-то известные, а кому-то и нет факты. Сегодня несколько интересных фактов про Атланту. Интересно не только история города, но и история его имени. Ведь город менял несколько раз свое имя. Сначала это был Терменус. Потом его переименовали в Тершилл Вилл, который по фамилии одного из владельцев магазинов, который вел свой бизнес здесь же. Далее его переименовывают еще раз в 1842 году. И через несколько лет по идее главного инженера железной дороги Томпсона город переименовывают Атланта-Пасифик. Но прижилось только первое слово. С тех пор город имеет название Атланта. Во время гражданской войны между Севером и Югом город был разрушен практически полностью на 90%. Но был быстро восстановлен. С тех пор, именно с тех самых пор, символом города стала птица Феникс, возрождающаяся из пепла снова и снова. Так что символ Атланта – птица Феникс. Структурный стиль Атланта – это прежде всего небоскребы. Они окружают весь центр города. Самое высокое здание Атланта – это здание Банков Америка Плаза высотой 312 метров. Занимает 11 место в списке всех небоскребов Соединенных Штатов Америки. Атланта – самый дружелюбный город Америки. Здесь минимум расовой дискриминации и ущемления прав человека, но по статистике. Русские журналисты сказали бы, что самые толерантные, но пусть говорят так. А здесь в свое время начинал свою деятельность. И опорным пунктом была у организации Мартина Лютера Кинга. Это известный борец за права чернокожего населения и искоренитель расовой дискриминации во всем мире. Атланта – это еще родина самого популярного в мире безалкогольного напитка Кока-Кола. В 1886 году этот рецепт был создан именно здесь, в Атланте, Джоном Кембертоном, бывшим военным и конфедератом. Потом он продает свой рецепт за небольшие по сравнению с нынешней стоимостью компании рецепт. И через несколько лет компания The Coca-Cola Company становится одним из ведущих поставщиков безалкогольных напитков на рынок Соединенных. В Атланте, как в крупном туристическом центре, имеются свои достопримечательности, такие как завод Кока-Кола, про который мы говорили. И есть аквариум, который является крупнейшим на юге Америки и насчитывает около 100 тысяч морских обитателей. И ежедневно этот аквариум посещает 50 тысяч человек. Вот я не знаю, в пандемию была ли такая статистика, сколько у них посетителей или все-таки рыбы отдыхали от людей. Тойненький писательницы Маргарет Митчелл, той самой, которая написала историю о Скарлетте О'Хара в романе «Унесенные ветром», долгое время жила именно здесь, в Атланте. Совсем недавно, пару лет назад, на месте ее дома был открыт музей, который стал одним из самых популярных туристических объектов в Атланте, который посещается достаточно большим количеством туристов. Так что, если будете в Атланте, заходите в дом Маргарет Митчелл и смотрите, как она, в каких условиях создавала свой бестселлер-шедевр. Не побоюсь этого слова. Еще один немаловажный факт. Здесь, как и в любом, наверное, другом южном городе, очень много бездомных. Наверное, проще жить там, где можно жить в палатке круглый год, чем тратиться и думать о том, как перезимовать. Поэтому, к сожалению, вот такая ситуация в Атланте с бездомными. И, к сожалению, ничего с этим пока невозможно сделать. Кока-Кола World Это то место в Атланте, где, в принципе, есть музей и развлекательный центр, посвященный Кока-Коле. Есть огромный store, то есть магазин, где продают сувенирную продукцию с маркировкой Кока-Колы. Это могут быть игрушки, одежда, стаканы и вообще всевозможные штуки, дрюки. В огромном количестве ценник, правда, достаточно высокий. Входной билет в Кока-Кола World стоит 20 долларов для взрослого, 18 для пенсионеров. Для детей какая-то есть скидочка. Дети до двух лет бесплатно посещают это мероприятие. Так что вот она, родина Кока-Колы в Атланте, в штат Джорджии. Еще одно культовое место в Атланте это корпорация CNN, штаб-квартира, которая здесь находится. 1 июня 1980 году корпорация впервые вышла в руки в новостях. Первой новостью стало покушение на убийство правозащитника Бернана. К счастью, он не пострадал. Но эта новость вошла в историю как первая переданная новость от CNN. CNN в переводе расшифровывается, это аббревиатура, как Кабель News Network. Сегодня CNN это 14 различных телевизионных, спутниковых и кабельных каналов. Это 37 зарубежных бюро, 2 радиостанции и 6 новостных изданий. Издание CNN это не только телерадиоинкорпорация, но и огромный атриум, в котором можно прекрасно провести время, походить в музей, сувенирные магазины. Можно даже понаблюдать, заказать экскурсию и понаблюдать за тем, как работают радиоведущие и новостные дикторы в студиях. И даже попробовать самостоятельно сесть за импровизированное место ведущего и попробовать свои силы посмотреть, как ты смотришься на экране, как выглядит телекухня изнутри. Так что CNN, штаб-квартира в Атланте, добро пожаловать! Сегодня воскресенье и следы вчерашних субботних гулянок можно увидеть вот, пожалуйста. Возле очередного братства куча бутылок пива и стол для пинг-понга, скорее всего, мальчишки или девчонки, что вряд ли развлекались субботним вечерком. Казалось бы, среди небоскребов вдруг появляются вот такие прекрасные домики. Этот домик не просто домик, это музей. В этом доме жила и работала знаменитая писательница, которая написала роман, по которому сняли потрясающий фильм, который, в свою очередь, получил 8 Оскаров, а сам роман получил пулицарскую премию, которая является самой основной премией для писателей. То есть это некий, знаете, такой Нобелевская премия как у ученых, так и у писателей. Это, безусловно, Маргарет Митчелл. Именно здесь она проживала со своим супругом на протяжении всей своей жизни, где написала свой роман. В данный момент в этом доме открыт музей. Именно Маргарет Митчелл и ее романок «Унесенные ветром». В этом музее можно увидеть и личные вещи самой писательницы Маргарет Митчелл и ее супруга, увидеть рабочее место, на котором она написала свой бессмертный роман, и ту самую пишущую машинку, на которой был написан первый и единственный экземпляр «Унесенных ветром», в котором имя главной героини Пенси было переписано ею вручную на имя Скарлетт, под которым именем она и вошла в историю, скажем так. И, конечно же, незабвенная фраза Скарлетта О'Хара, я не хочу об этом думать сегодня, я подумаю об этом завтра, вошла не только в историю, но и в лексикон очень многих женщин. Так что, друзья, музей Маргарет Митчелл вот прямо за моей спиной находится. И, в общем, дом был построен достаточно давно, в 1899 году, перестраивался в 911 году, а в 949 году Маргарет погибла недалеко от своего дома, была сбитым автомобилем такси. Представляете, 911 год, Атланта уже на тот момент очень бурный мегаполис, в котором такое активное движение, что даже погибают люди под колесом автомобиля. Что ж, вот такая вот печальная судьба у писательницы. И что нельзя сказать про ее роман, который вошел в историю, и до сих пор на адрес вот этого дома приходят письма со всего мира от почитателей этого романа. И в годы своей жизни Маргарет лично отвечала на каждое письмо, благодарила или высказывала какую-то на поддержку. Сейчас этим и занимаются волонтеры и работники этого дома-музея. Что ж, 990 Персиковая улица в Атланте. Приходите. В 1979 году Фред Мелани переезжает по политическим причинам из Ирана или Ирака, не помню точно, в Соединенные Штаты Америки, открывает бизнес в Атланте по продаже недвижимости и становится очень богатым человеком. В дань уважения американской демократии Фред строит себе дом в виде белого дома. Точная котия на 25% меньше дома белого в Вашингтоне, на Пенсильвании, Авеню. И полностью соответствуют интерьеры и дизайн этому. С тех пор дом становится достопримечательностью Атланта. Музей, естественно, истории Атланта считается одним из лучших музеев в Джорджии вообще, да и в принципе на юге. Чем этот музей интересен? Да тем, с чем и все музеи, естественно, истории. Здесь можно увидеть динозавров, скелеты, мамонты и так далее и тому подобное. Все, что было найдено. Вход платный, стоимость для взрослого 27 долларов. С 13 до 65. С 65 стоимость уменьшается на 1 доллар. Так что, друзья, вот такие сцены в данном музее. Чтобы увидеть вот эти прекрасные создания, стоит заплатить. Безусловно, Атланты имеют свои плюсы и минусы. Но, честно говоря, плюсов я вижу больше. Поэтому этот город мне нравится. И несмотря на какие-то незначительные недоработки, которые присутствуют в любом городе, не только в Америке, но и в любой другой стране, здесь удобное место для жилья, здесь хорошая экономическая обстановка, здесь недорогое жилье по сравнению с Нью-Йорком. Если вы все-таки в поисках нового региона для проживания, то, думаю, в Атланте вам понравится. Крупный город. Население Атланта примерно 5,5 миллионов человек. Да, в основном это темнокожие. Но при этом они крайне-крайне не агрессивные и дружелюбные. И про это я говорил еще в предыдущих частях этого выпуска. Что ж, друзья, останавливайте свой выбор на Атланте. Приезжайте сюда отдохнуть, посмотреть всемирный центр Кока-Колы. Сходите в стадион знаменитый, Мерседес Бенцовский. И, конечно же, просто погуляйте по улицам и насладитесь атмосферой прекрасного южного города. Ребят, спасибо, что были на канале. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. А для меня это очень важно. Спасибо, что лайкнули и подписались. Нажмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Интересные выпуски они будут, обещаю. Впереди Сан-Диего. Впереди Делавер. Штат Делавер. Впереди Таиланд. Бангкок, Паттайя. И, конечно же, изюминка Панама-Сити. Друзья, присоединяйтесь к моему каналу «Хочу в Америку» и давайте дружить. Спасибо. До встречи на канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok